Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать про несколько интересных опытных КАМАЗов, которые и так и не пошли в серию. А для начала подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Добрых два десятка лет по Тульской области бодро рассекал вот такой вот КАМАЗ-коротышка. Что про него можно было подумать? Самоделка, а не иначе. Наверное, кто-то взял раму от седельного тягача КАМАЗ-5410, отрезал лишнее, потом поставил одиночную ось вместо тележки и приспособил сверху кузов-фургон, какой нашел в хозяйстве. Предположить другое сложно, уж больно нелепо смотрелась машина. Но реальность оказалась намного интереснее. Этот мунтант действительно был изрядно переделан, но его раму никто в гараже не подрезал и лишнюю ось не выбрасывал. Ведь в основе этой машины лежал первый экспериментальный образец городского малотоннажника – РИАД КАМАЗ-5355. Она стояла в КАМАЗовской экспозиции на августовском мотор-шоу 1996 года в Москве и неизменно собирала вокруг себя немало любопытствующих. Ведь такой маленький городской КАМАЗ в то время смотрелся невероятно необычно. Работу над проектом городской развозной машины на 6 тонн груза на РИАДе вели с 1994 года. Отечественных аналогов на рынке тогда еще не было в природе, а иномарки такого класса стоили как чугунный мост и не пользовались спросом. Чтобы сделать свою машину доступной, на РИАДе сразу взяли курс на унификацию с узлами и агрегатами серийных КАМАЗов. Первый образец строили в период сентября по декабрь 1995 года. В его основу положили укороченную раму большого двухосного КАМАЗ 4325, на которую установили переделанные мосты с маленькими 17,5 дюймовыми колесиками. Благодаря этому удалось кардинально понизить высоту рамы, а для обеспечения должных динамических характеристик ведущий мост поставили редуктор с парой от дакаровских КАМАЗов. С ним даже полностью груженый КАМАЗенок на испытаниях отправлял стрелку спидометра чуть ли не на второй круг. С учетом невысокой полной массы, рессоры для КАМАЗенка сделали малолистовыми, использовав лишь несколько наиболее длинных листов и серийных рессоров. А 210-сильный дизель и 5-ступенчатую коробку передач взяли от серийных КАМАЗов без изменений. В 1996-1997 годах на Риате построили еще два опытных образца грузовиков Риат КАМАЗ-5355, заметно отличавшихся от первого. Серийное производство их так и не было начато, но накопленная информация по созданию среднетоннажников была передана на КАМАЗ, где работа над городскими развазными машинами была возобновлена в новом ключе с проектирования оригинальной рамы. Результат этой работы давно известен. Пятитонка КАМАЗ-4308 с двигателем Каменс выпускается с 2004 года. Но судьба нашего сегодняшнего героя в итоге сложилась так. С выставки он был продан фирме Тула Пиво, где и проработал некоторое время по своему прямому назначению в качестве городского развазного автомобиля. Впоследствии грузовик еще несколько раз поменял хозяев, не покидая пределов Тульской области. И кто бы из создателей первого городского низкорамного КАМАЗика мог бы подумать, что их детище потом долгое время будет работать. Даже не в городе, а в совхозе. Именно там к 1999 году машина лишилась оригинальных 17,5 дюймовых колес. Родные шины Мишлен износились, новые стоили непомерно дорого, и хозяин просто установил на КАМАЗенка всю колесно-ступичную группу от большого КАМАЗа. К середине 2000-х от той машины, что когда-то экспонировалась на автосалоне, осталось мало. Элегантную дневную кабину со спойлером заменили на старенькую спальную с круглыми фарами в облицовке. Место изношенного дакаровского редуктора занял обычный скоростной КАМАЗовский. Вместо 175-литрового бака на машине появился 280-литровый. Но самым серьезным апгрейдом стало удлинение заднего свеса рамы и растягивание кузова фургона. Наконец, для увеличения грузоподъемности в штатные рессоры были добавлены дополнительные листы. Немногие знают о происхождении капотного КАМАЗа. Да, многие видели его в составе команды КАМАЗ-Мастер, но сегодня речь пойдет не о нем. Была выпущена в 2003 году небольшая партия капотных КАМАЗов. Впервые эту модель показали на выставке в Москве и это была модель 4355. По итогам был признан одним из лучших полноприводных грузовиков, обойдя своих конкурентов ГАЗ и Урал. По словам первых лиц завода, они хотели расширить модельный ряд полноприводных версий, которые способны решать тяжелые задачи в условиях Крайнего Севера. Предполагалось поставлять данную модель для нефтяников, газовиков, лесным предприятиям и главная задача отобрать немного рынка у МАЗа и Урала. Грузовик с передним расположением двигателя имеет ряд преимуществ. Удобство в ремонте, кабина не откидывается, что очень важно при экономии времени в северных условиях. Капот сделали из сверхпрочного пластика специально широким без всяких вставок, чтобы максимально открыть площадь доступа к двигателю. При проектировании данной модели за основу взято шасси КАМАЗ-43118 с колесной формулой 6х6 и двигателем КАМАЗ-74030 с внушительной полной массой в 20 тонн мог с легкостью перевести 10,5 тонн. Укомплектовывался двумя топливными баками общей вместимостью 560 литров. В 2004 году прошел сертифицированные испытания и был представлен в разных вариациях. На шасси смонтированы различные виды настроек. Завод Клинцы установил автокран грузоподъемностью 25 тонн. ЦТТМ оснастил шасси вахтовым кунгом. Данные модели демонстрировались на выставке в Сургуте. Проектировались и другие машины специального назначения, такие как пожарные машины, геолого-разведывательные, буровые, автогидроподъемники и другие. Но в серию модель так и не пошла, даже неизвестно сколько их было сделано. Из них какие-то до сих пор можно увидеть на просторах государства. Это практичные и надежные автомобили, до сих пор работающие в местах, которые были им предназначены. Спецтехника КАМАЗ никого не удивишь, но эта машина, выпускаемая с 1985 по 1992 год, была уникальной. Более того, каждый из двух сотен автобусов Магнолия 83А был уникальным в своем роде, потому что производился под конкретные нужды определенной редакции телевещания СССР. Это в наш век минимизации и цифровой техники телекамера весит немного, и передвижные телестудии вполне могут поместиться в каких-нибудь микроавтобусах, а то и просто в легковых автомобилях. Но в советское время качественная телеаппаратура была громоздкой, и для обеспечения достойного уровня мобильного вещания центральных или региональных телеканалов нужен был серьезный транспорт, чтобы все перевозить. А учитывая, что съемочная группа обычно состоит из нескольких человек, да плюс к этому еще набор звуковой аппаратуры, в общем, по вместимости требовался как минимум автобус. В начале 60-х был запущен проект по созданию специального автобуса для передвижных телевизионных студий. Автобус так автобус, кто монополист производства этой техники в СССР? Правильно, Алиас. Значит, самым логичным было взять за основу продукцию этого завода. Да вот беда. Первый спецтранспорт для телевизионщиков, созданный на основе ЛИАЗ-5932, который получил мудренное название ПТС-CT Магнолия, оказался недостаточно мощным и грузоподъемным для перевозки необходимого оборудования. Здесь нужна была база серьезного грузовика, а не пассажирского автобуса. И вот в конце 70-х появился такой автомобиль, трехосный сидельный тягач КАМАЗ-53213, шасси которого зарекомендовала себя как универсальная и надежная база для самой различной техники, от молока и прочих возов до пожарной техники, строительных кранов и прочих агрегатов. Его и выбрали для новой модификации мобильной телестудии. В итоге Магнолия-83А стала детищем трех компаний – КАМАЗа, Айоки и Телетехники. Автогигант поставлял шасси, финские специалисты ставили на него фургон, а в Литве эти фургоны оборудовали по последнему слову тогдашние телевизионные техники. Понятно, что на капоте машины лишь два логотипа – КАМАЗ и Айоки, надпись «Телетехника» красовалась внутри. По информации некоторых источников, было выпущено около 200 таких спецавтобусов. Интересно, что не было в точности одинаковых машин. Каждая из них создавалась для конкретной студии советского ТВ с учетом пожеланий конечного заказчика. Ими были оснащены практически все регионы СССР, от азиатских и кавказских республик до дальневосточных районов и Сибири. Понятно, что и оборудовать машины для столь различных климатических условий нужно было по-разному. Что оставалось неизменным – это шасси КАМАЗ и кузов. Внутреннее же убранство спецавтобуса могло меняться. Общий концепт внутреннего устройства машины заключался в следующем. Условно, пространство делилось на четыре блока – водительская кабина, видеостудия, студия записи звука и тех отсек, где хранилась различная аппаратура. Это камеры, микшерные пульты, передатчики для прямой трансляции и прочее. Кузов автобуса был тщательно изолирован от шума, а при необходимости и от холода. Все стекла, кроме лобовых, двойные стеклопакеты. Для предохранения техники от перегрева внутрь устанавливалась серьезная система кондиционирования. Прочная крыша спроектирована с учетом того, что ее можно использовать как съемочную площадку. Для этого применялось специальное нескользкое покрытие и складные ограждения. Вот такая телевизионная спецтехника на шасси КАМАЗ была в СССР. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь с друзьями. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!